Приветствую! В этом видео мы разберемся со следующим вопросом. Действительно ли уклонистам могут заблокировать банковские счета и арестовать имущество? И, конечно же, по всем законам жанра я должен держать вас в напряжении, но я этого делать не буду. И сразу отвечу – нет. Нет такого закона, который бы предполагал возможность заблокировать счета, арестовать имущество в отношении человека, который не явился по повестке, даже человека, который отказался проходить ВЛК или, более того, прошел ВЛК, но отказался от призыва на воинскую службу во время мобилизации, даже такому человеку никто за это не будет блокировать счета, не будет арестовывать имущество. Такого закона нет и, к счастью, пока мы нарушений не видим. Но, конечно же, вы говорите «стоп», но мы же читали в СМИ о ситуациях, когда человек получил повестку, не явился по повестке, и в дальнейшем ему заблокировали счета. А что же это? Это другое. Да, вот как говорится, это другое. Здесь нужно понимать саму процедуру, что может привести к тому, что у человека заблокируют счет или арестуют имущество. Ну, как правило, это вообще происходит одновременно все. Арест имущества и блокировка счетов происходит в рамках исполнительного производства, которым, соответственно, занимается исполнительная служба. Но для того, чтобы возникло вот это исполнительное производство, должны быть основания. А таким основанием может быть в этой ситуации неоплаченный штраф. Откуда может взяться у вас штраф, скажете вы? Как раз из неявки по повестке. Дело в том, что, как мы с вами знаем, за неявку по повестке в ТЦК и ИСП предусмотрена административная ответственность. Но если мы говорим об обычной повестке, не так называемой боевой повестке. Так вот, если человек получил повестку и не явился в ТЦК и ИСП, то для него предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа. И вот здесь, конечно, что очень важно, это важно соблюдение процедуры. А процедура в этом случае должна быть следующая. Если человек не явился по повестке, то начальник ТЦК и ИСП должен уведомить об этом национальную полицию. Полиция должна найти человека, доставить его в ТЦК и ИСП, потом начальник составляет протокол, выносится постановление о административном правонарушении, и, соответственно, появляется штраф. И вот здесь, если человек не оплатил этот штраф своевременно, то он, в отношении него будет открыто исполнительное производство, и, соответственно, будет вот эта блокировка счетов и арест имущества. Но, к сожалению, есть всегда НО. Арест имущества и блокировка счетов может произойти без вашего уведомления. К сожалению, вот так. И мы имеем уже случаи такие в Украине, когда люди, не явившись по повестке, потом узнавали, что им заблокировали счета. Почему так происходило? Потому что нарушали представители ТЦК и ИСП соответствующую процедуру, и, естественно, человека не уведомляли, либо человека уведомляли, но он не получал это уведомление, и в итоге получалось то, что есть исполнительное производство. Вы скажете, ну и что, ты как бы нас не очень успокоил. Да, понятно, что здесь немножечко по-другому все, да, то есть не за сам факт неявки по повестке тебе блокируют счета, но в итоге все равно как раз сам факт неявки и приводит к тому, что счета блокируются. Но здесь плюсом что есть? Плюсом является то, что вы можете обжаловать эту ситуацию. И вот есть в сети тоже мнение, которое я хочу опровергнуть, что говорят, мол, если ты пошел и заплатил штраф, то ты таким образом признал вину, и ты не можешь уже ничего оспорить. Это не является правдой. Есть даже позиция Верховного суда, в которой Верховный суд сказал, что даже оплата штрафа не является признанием вины. И человек, оплатив такой штраф, может идти в суд и обжаловать это решение. И более того, я вам скажу, что это нужно сделать, это достаточно просто сделать. И если вы потратите какое-то время, вы можете самостоятельно это сделать. И если вы обжалуете штраф такой, то вы, безусловно, его выиграете это дело, поскольку выносить штраф в отношении вас без вашего присутствия, без надлежащего уведомления, а его, понятно, не произошло, ТЦК и СП не может, то вы, пойдя в суд, вы сможете обжаловать штраф, даже если вы его заплатили для того, чтобы разблокировать счета. Да, есть, я знаю, люди говорят, все, я не буду, я сразу заплачу, лишь бы мне разблокировали все и сняли арест с имущества. Но даже в этой ситуации вы можете потом обратиться с иском к государству, отспорить этот штраф и взыскать с государства все расходы, которые вы понесли. Вы можете вернуть и сумму штрафа, и сумму исполнительного сбора, который вы выплатили. Почему? Потому что для этого не было законных оснований. Это все реально, это работает на практике. Главное, что вы должны в этом случае делать, это, опять же, не сдаваться. Вы должны бороться за свои права. К сожалению, государство нас ставит в такие условия. К сожалению, вот те представители государства, которые идут в этих ситуациях на откровенное нарушение закона, ведь они же понимают, что они нарушают закон в этой ситуации. И мы вынуждены идти в суд, мы вынуждены платить судебные сборы, мы вынуждены там разбираться в этих юридических моментах, писать заявы и так далее, приходить в суд, отстаивать свою правоту. Но, к сожалению, без нас и кроме нас никто наши права защитить не сможет. Поэтому, если вы хотите бороться, вы должны идти в суд и оспаривать эти штрафы. Более того, вы можете это делать, даже не оплачивая штраф. Если для вас там, например, блокировка счетов не критична, и вы можете там какое-то время прожить с заблокированными счетами, то вы можете сразу идти в суд, оспаривать, приостанавливать исполнительное производство и оспаривать наложение этого штрафа. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще массу полезных видео. Также я приглашаю вас в свой телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Там вы также найдете полезную информацию, которая оперативнее даже появляется, чем на ютуб-канале, и ее там больше. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. В конце видео традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.